Уборочная кампания в Алтайском крае подходит к концу. Осталось лишь убрать подсолнечник. Об этом президенту во время видеоконференц-связи доложил Виктор Томенко. По словам губернатора, несмотря на огромное количество осадков и введение режима ЧАЭС для этой сферы, собрать получилось достойный урожай – 5,5 миллионов тонн бобовых и зернобобовых культур. Что касается масличных, ожидается новый рекорд – более 2 миллионов тонн. Однако главной темой встречи стала реализация комплексной программы развития сельских территорий. За 5 лет по ней в инфраструктуру Алтайского села направлено свыше 10 миллиардов рублей. Введено более 100 объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства. При поддержке государства реализовано более 260 различных проектов по благоустройству, созданию зон отдыха, общественных пространств, спортивных и детских площадок. Также за 5 лет свыше 3 тысяч сельских семей построили или приобрели жилье. Притом большая часть – по льготной ипотеке. Также развивается коммерческий найм, который отчасти помогает решить проблему кадров. Этот инструмент позволяет выстраивать долгосрочные отношения между работником и работодателем на селе. При софинансировании со стороны бизнеса в 20-30% регион строит современное комфортное жилье, которое в дальнейшем предоставляется в найм сотруднику и членов его семьи. После 5 лет работы в сельской местности такое жилье можно выкупить за 10% от рыночной стоимости. Участники встречи подчеркнули, что об эффективности реализуемых мер говорит число проживающих в селах. Сохраняется доля сельского населения в общей численности населения Российской Федерации. Это на уровне 25,1%, при плановом значении 25%. Это такой обобщенный показатель, который говорит о том, что реализуемые программы в целом работают. Инфраструктура сел расширяется за счет появления новых ФАПов, домов культуры, инженерных коммуникаций. В следующем году к программе комплексного развития сельских территорий планируют подключить 3 населенных пункта Алтайского края. На это выделят 2,5 миллиарда рублей. Данил Кузнецов, День с толком.